Украина, вторая большая страна в Европе по территории после Руси, является первым страном, apart from the state of Israel, чтобы иметь президент и премьер-министр Jewish origin. Что Украина может узнать от Израиля в своей экспрессии экономической, дипломатической и сооруженной политикой? Как государство Украина выучить из уроков Израиля, чем мы можем друг другу быть полезными. Итак, с вашего позволения я хотел бы передать слово министру, не просто министру государства Израиля, не просто депутату израильского Кнессета, а большому другу Украины, человеку, который принял участие в большинстве официальных переговоров, визитов, и также составлением межгосударственных договоров между нашими странами, большому другу и выходцу из Украины, министру господину Зееву Элькину. Спасибо большое. Я еще раз приветствую всех участников форума и надеюсь, что действительно такая инициатива станет постоянной. Я думаю, что тема, которая была выбрана для этого обсуждения, тема очень интересная и действительно здесь есть как бы много что обсуждать. Я начну, пожалуй, с некоторого общего принципа, а потом мы можем это уже перевести на конкретные практические русла. В свое время мне уже задавали этот вопрос, поэтому, Гарик, я думаю, что вас я не удивлю, вы уже слышали от меня этот ответ базовый. Я думаю, что самая базовая вещь, в чем Израиль, может быть, помог полезен Украине, это вообще, так сказать, некоторым структурным подходом, парадигмой. Одна из очень характерных для Израиля парадигм, это некоторое умение превратить проблему в источник силы на следующем витке. Израиль – это не страна, которая может похвастаться отсутствием проблем. Наоборот, как вы знаете, проблем у нас много и мы все время с ними пытаемся справляться. Часть из них объективны, часть из них мы благополучно сами себе создаем. Мы в этом смысле тоже специалисты по созданию самостоятельного проблем, чтобы потом их решать. Но то, что характеризует Израиль в течение всей истории нашей страны, это то, что мы, решая проблему, превращали ее в некоторый новый источник силы и новый источник прыжка, который делал Израиль. Я попробую привести несколько примеров. Например, Израиль – это страна, я начну с примера, который является часовностью моей профессиональной ответственности в правительстве. Среди прочих своих позиций в правительстве я сегодня министр водных ресурсов. Израиль – это страна, которая, в общем-то, находится в самой удачной точке, то есть в зрении водных ресурсов на Ближнем Востоке. Или почти самой неудачной. Страна, где, в общем-то, все время была проблема водных ресурсов, достаточно только неудачный год, мало дождей и тут же засуха и тут же проблемы. И это, казалось бы, проблема делала вообще создание здесь как бы сельского хозяйства и вообще какой-то такой процветающей цивилизации достаточно сложной. Посмотрите на сегодняшний Израиль. Сегодняшний Израиль стал экспортером воды для своих соседей, например, Иордании. Я думаю, на этом мы не остановимся, будет еще. И сегодняшний Израиль стал во многом фактически одним из главных экспортеров в мире технологий по руководству водными ресурсами. И это пример того, как, в общем-то, наша страна справлялась с проблемой. Да, то есть вначале была проблема, мы ее решали на местном израильском уровне. Первый был этап – это создание израильской системы орошения, которая используется сегодня в сельском хозяйстве во всем мире капельного орошения. Потом был этап создания объяснительных станций, которые позволили нам из страны, где есть нехватка воды, превратиться в страну, где на самом деле сегодня мы можем позволить себе экспортировать воду. Дальше технологии различные для использования водных ресурсов, которые позволяют экономить водные ресурсы. Организация даже принципального водного хозяйства, где у нас сегодня одни из самых маленьких потерь в мире. Повторное использование уже использованной воды после ее очищения. Мы сегодня на первом месте в мире, у нас 87% воды, которую мы использовали, очищается и повторно используется для нужд сельского хозяйства. На данный момент мы можем сказать, что где-то, если я не ошибаюсь, половина нужд сельского хозяйства в Израиле обеспечивается повторно использованными водными ресурсами. То есть мы не тратим новую воду на нужды нашего сельского хозяйства и так далее и тому подобное. Я этот список могу продолжать. Мы сейчас не про воду, поэтому я остановлюсь. Но это один пример. И одна из главных проблем нашей страны превратилась сегодня в источник силы. И это только начало. Сегодня одна из задач, над которой мы работаем как правительство, сегодня и в моем министерстве в частности, это экспорт технологий, которые были разработаны в Израиле, в мире. Только вот на прошлой неделе мы подписали большой договор с Индией. На первом этапе пилотном это десятки миллионов долларов, потом он превращается в проект сотни миллионов долларов после первого этапа. И в одном из индийских штатов планируется использование на самом деле водных технологий, которые были разработаны в Израиле. То есть в этом смысле на самом деле перспектива использования ресурсов наших и того, что мы разработали, она огромная в мире. И я думаю, что в будущем это станет одним из даже источников важных поступлений в израильскую экономику и важных источников израильского общества. Я уже не говорю о международном значении, которое использование технологий позволяет Израилю укреплять свою позитивную международную арену. Это один пример. Таких примеров я могу приводить много. Я не буду их подробно сейчас обсуждать. Например, когда нам перестали продавать снаряжение для самолетов, мы создали свою авиационную промышленность, которая сегодня тоже является одним из очень успешно действующих концернов на международном рынке авиационной промышленности. И т.д. и т.п. Список этот очень-очень длинный. То есть возникавшую проблему, мы превращали в источник нового прыжка. Вот в этом смысле я думаю, что Израиль может быть очень полезен Украине именно попыткой осмысления не только как решить ту или иную проблему, а как эту проблему превратить фактически в источник силы на следующем этапе. И вот этот базовый принцип израильского существования, мне кажется, что он может быть очень интересным для обсуждения и для осмысливания с учетом украинской реальности. В ней немало проблем, казалось бы, да, то есть позволяет, с одной стороны, это может позволить развиться пессимизм и сказать, как можно нормально развивать экономику и как можно много развивать, когда столько проблем, которые надо решать. И проблемы в области и безопасности, и проблемы с соседями, и организация экономики, не всегда политическая стабильность и т.д. и т.п. Но с другой стороны, вот здесь как бы есть такая перспектива подхода, которая говорит о том, давайте не только решать проблему, а думать о том, как мы превращаем ее в источник силы. И вот это вот подход, который бы я очень посоветовал использовать. В принципе, на самом деле, я все-таки хочу позволить себе коснуться и обратного вектора, я всегда за симметричные подходы, а не за односторонние. Я думаю, что в Израиле есть очень многое, что получить от сотрудничества с Украиной. Я большой сторонник в укреплении этого сотрудничества. Я уже не говорю о исторических корнях и связи, истории, которые связывают два наши народа. Но даже если я смотрю как бы вперед, уже сегодня, например, украинский рынок рабочей силы как раз, а не сбыта, стал одним из главных для израильского ГАЙТЭКа. Сегодня нельзя представить себе израильские стартапы, израильский ГАЙТЭК без аутсорсинга на территории Украины. И я думаю, что тут еще не сказано последнее слово в этой области. В области сельскохозяйственного производства я вижу огромный потенциал сотрудничества, кстати, со взаимными интересами. Не только как источник сельскохозяйственной продукции для Израиля. Я думаю, что использование украинских возможностей с израильскими технологиями в области сельского хозяйства и выход на третий рынок и совместный, он может быть очень-очень перспективен для экономики обеих стран. И т.д. и т.п. Я думаю, что этот список можно продолжать. В этом смысле я думаю, что у наших стран есть большой потенциал как и поучиться опыту друг у друга, так и на самом деле сотрудничая, выйти на новый уровень развития со взаимными интересами. Огромное спасибо, господин министр. На самом деле темы проблемы достаточно важны, особенно с учетом того, что сейчас весь мир находится перед определенными вызовами, которые не знаю, как с ними бороться. И, как говорят в Израиле, Всевышний никогда не отправляет те проблемы, которые ты не можешь решить. Если ты их не можешь решить, значит это не твоя проблема. Все-таки с учетом действительно тех возможностей, как вы говорите о том, что проблемы Украины могут быть победами Израиля, я с этим абсолютно согласен. Так давайте вместе побеждать. Мы можем вам передать суть своих проблем, а вы нам дадите нам большие победы. И вместе с этим я хотел бы коснуться одного вопроса персонально к министру в следующей сфере. Дело в том, что действительно наши государства очень сблизились. И вы знаете, что до пандемии у нас было около 10 рейсов в день. То есть, казалось, весь Израиль как Киев, Киевская область, огромная Украина. И, например, связь с Германией у нас 1-2 самолета, с Израилем 10. Это говорит об огромном взаимном потенциале. И в рамках этого потенциала мы с вами так давно сделали большой прорыв, подписав соглашение о зоне свободной торговли. В этой связи я хотел бы все-таки задать вам один вопрос. Дело в том, что у Израиля перед Украиной есть определенные долговые обязательства. И вот хотел бы знать, когда они будут покрыты. Они выглядят следующим образом. Когда-то, много-много десятков лет тому назад, группа ребят из Харькова приехали в Израиль и создали это государство. То есть, мы отдали вам самое ценное до наших людей, которые создали эту прекрасную страну. Это была наша инвестиция, харьковская инвестиция в Израиль. Теперь вопрос. Когда мы можем получить свои дивиденды от наших инвестиций? Господин Элькин, практически. Ну, во-первых, при всем моем, так сказать, хайков локальном патриотизме, который сложно поставить под сомнение, мне понравилась, конечно, ваша формула, но история была несколько сложнее. То есть, при всей важности того вклада той группы поселенцев, которые приехали в светлую землю, и в белую землю, которые приехали из Харькова, и, конечно же, не государство, а Галия. Их от Украины внесли огромный вклад в развитие государства Израиль на разных его исторических этапах и вносят, и сегодня. Поэтому, в этом смысле, действительно, как я уже сказал, у нас очень многое что связывает, в том числе и такой живой мостик между нашими странами. Что же касается получить назад проценты от инвестиций, на самом деле, это тоже все время работает. Если вы посмотрите сегодня, кто больше всего активен в развитии связей между Израилем и Украиной, в развитии совместных бизнес-проектов между Израилем и Украиной, естественно, там огромный процент израильтян именно выгодцев с Украиной, которые, естественным образом, превращаются в такой экономический мостик между нашими странами. Так что, в этом смысле, процент уже вернулся на Украину и продолжает работать с достаточно большим успехом. И я верю, что потенциал еще гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня на данный момент. Ну, будем надеяться, что это действительно так. Хотя, поверьте, мне кажется, тот сумасшедший вклад, включая представителей, я говорил не только о тех поселениях, я говорил в том числе и господине Изееве Элькине, молодому человеку, который получил высшее образование в Харькове, приехал, а сегодня является лидером государства Израиля. И мы честно считаем, что вы тоже отрабатываете... Я могу вас заверить, что ряд моих политических противников были бы рады, если бы Украина взяла назад этот вклад. Время от времени я получаю письма, а не вернуться ли вам назад в Украину, потому что вы слишком эффективны здесь для интересов правого лагеря, и лучше бы вас тут не было. Иногда это гораздо в более грубой форме, чем я сейчас... Самое страшное, господин Элькин, что огромное количество граждан Украины с удовольствием бы наших политиков отправил бы вам в Израиль, заменив их на вас. К сожалению, это общая тенденция политиков сегодняшнего мира. Огромное спасибо. Я думаю, что... Ну, во-первых, я хочу сказать, добавить несколько слов, что сегодня это большая удача, и я думаю, что на ивре говорят с ГУЛА, что сегодня с нами господин Элькин. Я помню, при подписании этого важного торгового договора о зоне свободной торговли, я стоял вместе с премьер-министром Украины господином Гройсманом, рядом находился господин Элькин, и я понял, что я могу загадать желание, потому что я стоял между двумя Владимиром Борисовичем. Поэтому, наверное, мое желание, чтобы Украина и Израиль имели глубокие отношения, и господин Элькин дальше продвигал эти процессы, она, наверное, как бы, эта мечта сбылась и будет сбываться дальше. Поэтому я бы очень попросил господин министр не покидать нас, оставаться с нами, потому что у нас будет к вам еще ряд вопросов. Но с вашего позволения... Несомненно, я сдаюсь с вами. Да. Но с вашего разрешения я хотел бы передать слово чрезвычайному полномоченному послу государства Украины в Израиле. Дуаену – это старейший, старший дипломат всего государства Израиля. Представьте себе, государство, старейшее само государство, в ней старейший, так сказать, самый почетный дипломат. Геннадий Надоленко. Мы очень гордимся нашим послом, и с вашего позволения я хотел бы передать господину Надоленко слово для выступления в нашей панели. Спасибо большое. Я очень признателен за приглашение выступить на этом форуме. Во-первых, хочу поприветствовать господина министра, господина почетного консула, господин модератор. Очень рад видеть всех присутствующих. Большое спасибо. Действительно, пусть даже в дистанционном режиме, но очень важно иметь это постоянное общение и для дальнейшего развития нашего сотрудничества и понимать, действительно, как сформирована на сегодняшний день тема нашей панели, и действительно, что мы могли бы получиться, чему мы могли бы получиться друг у друга. Тем более, здесь мы имеем такой бесценный вклад. Вклад – это наши представители Украины, наши бывшие граждане, которые раньше были в Украине, сейчас они находятся здесь. Они поддерживают постоянную связь со страной исхода. И я убежден, что это самым большим образом сказывается и на наших отношениях. И мне очень приятно отметить, что у Украины есть ценная поддержка со стороны государства Израиль. И в то же время Украина придает огромное значение развитию наших двусторонних отношений. И, конечно же, наверное, самым таким успешным примером нашего сотрудничества есть экономические отношения между нашей страной, между Украиной и Израилем. На сегодняшний день, по статистике, в 2019 году мы получили 1,116,000,000 долларов товарооборот, который увеличился по сравнению с 2018 годом где-то на 8%. К сожалению, в этом году пандемия COVID-19 будет иметь негативное влияние на наши экономические отношения. Они, по нашим подсчетам, немножко упадут. Но все-таки в контексте дальнейшего развития наших экономических отношений очень важное значение имеет соглашение, подписанное соглашение о свободной торговле между Украиной и государством Израиль. И мы ожидаем ратификацию этого соглашения в ближайшие дни. Я надеюсь, пользуясь случаем присутствия господина министра на этой панели, хотел бы попросить, возможно, повлиять на более быстрое принятие этого решения, потому что уже ожидаем несколько недель подписания этого соглашения. Если оно войдет в силу, соглашение касается только торговли товарами, но все же мы ожидаем, что оно сможет действительно дать огромный толчок нашим дальнейшим торгово-экономическим отношениям. Мы говорим о новейших технологиях, об инновациях, инвестициях, кибербезопасности, здравоохранении. Практически любую тему, которую мы видим, возможность дальнейшего развития, он будет иметь влияние, договор, на эти отношения. И, конечно же, в Украине, наверное, есть много моментов, где Украина могла бы поучиться в государство Игра, Израиль. И особенно, действительно, когда речь идет о построении и развитии страны в условиях постоянных угроз своему существованию. Ну, все мы помним тот знаменитый анекдот, когда за три дня до конца мира одни гуляют, другие молятся, а у Израиля есть три дня на решение вопроса, как жить под водой. Так что, в принципе, это мы видим здесь. И можно, конечно, бесконечно восхищаться тем, о чем говорил господин министр, лидерством Израиля в сфере инноваций, разработок в сельском хозяйстве, технологиях орошения, опреснения воды, в методах использования водных ресурсов, опять же таки, в сфере медицины, какие-то технологические изобретения. И вот на протяжении всего моего срока пребывания здесь я видел очень много этих технологий, очень много технологий уже заработали в Украине. И я надеюсь, что украинские специалисты будут больше все-таки брать на вооружение эти технологии, потому что здесь есть чему получиться. Особенно на сегодняшний день, во время пандемии COVID-19 важное значение приобрело сотрудничество между нашими странами по противодействию этому заболеванию. Об этом наши главы державы, господин президент Зеленский и премьер-министр Натаньяху, в частности, говорили в своем телефонном разговоре на прошлой неделе как раз о взаимодействии по преодолению ковида. И здесь вот как раз вопрос в том, чем мы можем быть друг другу, чем мы можем помочь друг другу. В этой связи, например, президент Зеленский предложил, поскольку вы знаете, уже есть, тестируется вакцина израильская, и премьер-министр сказал, что он хочет делать завод. Тут же президент Зеленский предложил выпускать эту вакцину на украинских мощностях, потому что в Украине на сегодняшний день есть очень много предприятий, которые могут выпускать такую вакцину такого рода. Здесь мы можем быть полезны друг другу. Есть очень много сфер, где мы можем сотрудничать. Одно из, конечно же, об этом сказал господин министр, одна из сфер, это действительно food security, то есть продовольственная безопасность, это то, что Украина сразу предложила во время пандемии ковид. Здесь, например, была очень большая проблема, дефицит столового яйца. Украина буквально за считанные дни смогла поставить около 7 миллионов яиц на рынок Израиля, и, в принципе, это вот такой положительный момент взаимодействия между нашими странами. Поэтому действительно есть много интересных направлений, где мы можем взаимодействовать, где мы можем использовать возможности друг друга, где мы можем учиться друг у друга, тем более в это сложное время. И убежден, что мы должны сейчас упорно работать, чтобы поддерживать наши дружеские, двусторонние отношения между нашими странами. Сейчас это жизненно необходимо. Мы должны продолжать развивать наши отношения в экономике, в торговле, в политике. Спасибо большое за действительно эту возможность, за эту панель, возможность обменяться мнениями. И это очень важно сегодня. Еще раз спасибо. И благодарю за внимание. Огромное спасибо, господин Адоленко, уважаемый посол. Очень интересно. Но я бы хотел несколько конкретных вопросов вам задать. Первое. Скажите, а вот куда простому украинскому бизнесмену вкладывать деньги в Израиль для того, чтобы заработать? Хотя звучит это немножко как в анекдоте, если украинцы пытаются заработать в Израиле? Но именно это соглашение было подписано между Украиной и Израилем. Поэтому вопрос, где израильтяне могут не потерять в Украине деньги и где украинцы могут заработать в Израиле? Это первый вопрос. А второе. Скажите, пожалуйста, наша страна действительно показала, что она может помочь Израилю яйцами, помочь в других сферах. Мы действительно показываем... Более того, мы на Евровидении дали 18 голосов, что это было очень важно. Однако у меня вопрос заключается в следующем. Одно из самых больших побед в Украине это было то, что Украина была единственная страна, в которой был премьер-министр еврейского происхождения. После этого Украина перебила свой рекорд. И не только премьер-министр, еще и президент был еврейского происхождения. Вопрос. Скажите, пожалуйста, относится ли Израиль к Украине как к своим, а украинцы относятся к израильтянам, которые мы знаем, что тоже имеют право на возвращение в Украину, как к своим? Гарик, начну с первого вопроса. Во-первых, посольство не является бизнес-центром. У нас есть экономическая миссия, которая занимается помощью бизнесменам. Вы всегда можете обратиться туда и вложить ваши средства в соответствии с их рекомендациями. Я думаю, они вам помогут в этом плане. Кстати, посольство много раз уже проводило очень интересные бизнес-форумы, где бизнесмены всегда могут обменяться какими-то интересными предложениями по инвестициях, по вкладыванию денег, предложениями каких-то технологий, производства и так дальше. И здесь у нас очень активное, хорошее сотрудничество. Господин министр вспоминал, что израильский компьютерный рынок, фактически стартапов, на сегодняшний день практически не обходится без украинских программистов, потому что на сегодняшний день около 15 тысяч программистов в Украине работают с израильскими компаниями. И ощущается еще огромная нефатка этих специалистов. Здесь как раз в Украине есть на что обратить внимание. Но действительно здесь мы можем помочь друг другу. И, соответственно, израильские бизнесмены могут очень эффективно вкладываться в Украине. Ну и украинские могут искать моменты, где они могут приложить свои активы здесь, в Израиле. Здесь очень много разных сфер для вкладывания и много возможностей в этой маленькой стране. Что касается своих, то я думаю, что много людей, которые считают здесь себя своими. И в Украине есть много людей, которые считают себя местными, израильтянами. Так что я думаю, у нас люди, наше главное богатство, знаешь, и обмен, тот, о котором ты говорил, он здесь происходил постоянно, до пандемии у нас действительно было 67 рейсов. Я надеюсь, вы говорите сейчас не о том обмене, о котором говорил Элькин, чтобы их правительство к нам, а нас к ним, нет? Я надеюсь, была речь о другом. Иногда можно периодически менять. Для пробы. Но мы всегда готовы, но мы всегда готовы видеть представителей Израиля у нас, на украинской земле, и, соответственно, всегда точно так же здесь, я знаю, очень хорошо проходят все визиты наших и глав правительства, и президента. Все проходит на высшем уровне, и здесь всегда нас рады видеть. Огромное спасибо, господина Доленко, уважаемый посол. Мы еще вернемся с... У меня персонально, и у наших гостей много к вам еще будет вопросов. С вашего позволения, я хотел бы передать слово моему другу, хотя все в студии мои друзья, почетному консулу государства Израиля в Украине, Олегу Вишнякову. Господин Вишняков, Господа, добрый день. Я бы хотел поблагодарить организатора за возможное участие в форуме за это общение. Я думаю, что общение между людьми разных стран это очень важно, потому что отношение это общение между людьми, и это помогает решать серьезные проблемы и сотрудничать. Я бы хотел, как бы, затронуть несколько позиций, какие бы очень серьезно интересовали бы Украину в Израиле. Ну, первый вопрос, конечно, это сельское хозяйство. То есть, в этой ситуации Израиль для Украины это серьезный образец для подражания. Как уже говорил господин Элькин, с географией Израилю не очень повезло, и более чем 50% Израиля занимают пустыню. И в этой ситуации жестким климатом и нехваткой воды израильтяне построили из пустыни оазис. Если коснуться каких-то цифр, площадь сельскохозяйственных земель в Израиле это 240 тысяч гектаров. Это значительно меньше, чем любого крупного агрохолдинга в Украине. Тем не менее, мы видим то, что мы видим. Около 4% рабочей силы задействованы в сельском хозяйстве. И они, эти 4%, кормят весь Израиль. Израиль импортирует только зерно, мясо, кофе, какао, различные культуры сахара. Кстати, хочу заметить, что крупнейший импортер пшеницы в Израиль это Украина. Израильское сельскохозяйство считается одним из самых эффективных в мире за счет инноваций. В частности, если рассмотреть такие вещи, как молочные фермы, они очень инновационные и по качеству продуктов тоже. Израиль вместо типичных удобрений и также, если мы говорим по поводу борьбы с водителем, использует хищных насекомых вместо едых химикатов. Поэтому в Израиле продукция очень экологична. Сегодня один фермер в Израиле производит пищу более чем для 100 жителей. 76% сельскохозяйственной продукции Израиля идет ЕС. То есть практически везде в Европе можно увидеть качественную израильскую продукцию. В Израиле выращиваются гибриды овощей, фруктов, усилировав вкус или можно сделать его нейтральным. Здесь очень важно, как пример, это субсидии. То есть государство субсидирует порядка 40% от стоимости покупки и внедрения новых технологий, программного обеспечения инновационных уборочных техник и так далее. То есть мы видим, как это яркий пример развития, продвижения. То есть для Украины внедрение этого опыта было бы очень полезно. Сейчас я хочу перейти по вопросу инноваций стартапов. Израиль находится в топ-100 по мировому индексу инновациям. Он также занимает первую позицию по разработкам, капиталовложениям, экспорту, экспорту информационных услуг. Второе место у Израиля по внеститетскому научному сотрудничеству, а также по количеству патентов. Я еще хочу сказать такую вещь, это конечно известная шутка, что Моисей оказался плохим поводовем, но вывел евреев в место, где нет полезных ископаемых. Сейчас это не совсем актуально, потому что слава Богу нашелся газ в море, но Израиль без полезных ископаемых начал вкладывать деньги в то, что было в наличии, в человеческий ресурс. Деньги вкладывались в образование и достаточно успешно. На сегодняшний момент в Израиле 12 мобильских лауреатов. Израиль поддерживает свои инновации и становится привлекательным для внешних инвестиций. Хочу сказать, что для продвижения этого всего имеется такая должность, какую украине стала бы поучиться, это должность главного ученого. Она есть в каждом министерстве, предприятии, даже армии обороны Израиля. На гражданские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки в Израиле уходит порядка 4% от ВВП. При этом в серьезных развитых странах европейских, американских этот показатель в два раза ниже. В рейтинге инновационных государств, опубликованном в 2020 году, Израиль занимает шестое место при достаточно небольшом количестве населения. Израиль опередил такие страны, как США, Сингапур, Швеция, Япония, Великобритания. Для общего развития скажу, что первое место занимает Южная Корея и потом Финляндия. Очень важно, что в Израиле есть центры разработки и исследования таких мировых корпораций, как Apple, Microsoft, Google, Facebook, IBM и других. Еще хочу сказать, что каждая компания высоких технологий, которая котируется в Нью-Йорке на NASDAQ израильской, и на NASDAQ котируется больше израильских компаний, чем всех европейских мастер-делок. Стартап-экосистема Израиля результат взаимодействия государства, фирм, венчурного капитала, успешных предпринимателей, инкубаторов, акселераторов. Большую роль в системе стартапов играет в Мирскете, на базе которых зарождается и тестируются новые идеи. По последним данным в мире работает 20 стартапов с израильскими корнями, каждая из которых достиг капитализации более 1 миллиарда. И в Израиле насчитывается более 6 тысяч стартапов, при том, что 18 из них единороги. Это компания тоже, которая капитализация больше 1 миллиарда. Сейчас я хочу остановиться еще на таких вопросах, как армия. Еще один важный вопрос это отношение к человеку в Израиле. В Израиле очень бережное отношение к солдатам, финансирование, помощь, зарплаты, отпуска, образование. В израильской армии многим солдатам оплачивается 2 трети стоимости обучения во время прохождения службы или после демобилизации. Еще хочу упомянуть такую вещь по поводу отношения к человеку. Если не дай бог погибает израильский солдат, семью этого солдата окутывает таким вниманием, пониманием заботы, что об этом в Украине можно только мечтать, особенно в той ситуации, в которой сейчас находится Украина. Вы знаете, когда погибает солдат, по эту грустную печальную вещь, в семье идет целая бригада, где есть психологи, социальные работники, врачи, когда они подходят к квартире, они не звонят, они стучат, для того, чтобы потом с каждым звонком не было такой печальной ассоциации с этой новостью, и потом десятки лет оберегают, ведут эту семью. И я думаю, что самое важное поучиться этому, то есть каждый солдат понимает, что не дай что-то случится, а его семье позаботится. Здесь очень важно это общество, когда каждый человек за общество, за государство, и когда это государство, за каждого человека. Я думаю, номер один это поучиться у Израиля моральным ценностям, которые есть в Израиле. спасибо. Уважаемый господин Вашняков, огромное вам спасибо, очень было интересное выступление. И у меня к вам тоже вопрос один, очень важно. Знаете, вы уникальный человек по многим критериям, потому что, во-первых, уникальный почетный консул, но второго в Украине нету, во-вторых, вы бизнесмен, который занимается международным бизнесом, в том числе за пределами территории Украины. И у меня, вы представляете, прекрасное государство, которое так разрекламировано, что я думаю, что большое количество даже политиков Украины сразу же пойдут в израильское посольство получать израильский паспорт после такой рекламы. Но вместе с этим у меня вопрос немножко другой. У вас есть и бизнес-знание, у вас есть дипломатические знания, политические знания. Все спикеры говорили о ценности людей. Люди ценные и в Украине, и в Израиле. Мы знаем, что, например, такие бизнес-центры, как, например, Гулливер, рядом с центральной стеноговой города Киева, 70% это аутсорс израильских компаний. То есть израильские бизнесмены занимают украинских программистов, которые сегодня делают. Скажите, что не хватает? Почему Израиль с высокими ценами может выводить стартапы, используя украинских программистов? Почему Украина не может повторить путь и сделать все то же самое? Что является преградой для украинского бизнеса стать Израилем, когда работу в частности в хай-тек сфере производят именно в том числе граждане Украины? Во-первых, в Израиле живет очень много евреев. Вы хотите выразить соболезнования по этому поводу? Я вас понимаю. Израиль вкладывал деньги в человеческий ресурс и достиг в этом больших успехов. Украина идет только в начале пути этого. Израиль молодая страна, Украина еще не ловит. Я надеюсь, что сейчас ситуация коренным образом изменится и через какое-то время. Знаете, мне нравится такое выражение. Израиль это на самом деле очень маленькая страна по территории населения. Но на самом деле это великая страна. Украина это большая страна по территории населения. Но еще пока не достигла того, чтобы быть великой страной. Я надеюсь, что Украина на верном пути и будет развиваться и тоже со временем станет великой страной, которая будет иметь серьезный вес на мировом рынке. И тогда ситуация будет немножко обратная и мы будем делать такие панели и будем говорить, чему же так Израилю все-таки поучиться Украине. Уважаемый господин И все-таки краткий но рецепт. Что должна сделать украинская компания для того, чтобы выходить на международные рынки, как это делает Израиль, получить деньги, как это получает в Израиль, сделать высох на биржу, так это делает в Израиль. Есть ли у вас какой-то короткий но ясный рецепт для украинского бизнеса? В первую очередь нужно работать, стараясь использовать все последние технологии, самим разрабатывать эти технологии. Нужно возможно поменять свое отношение, потому что в Украине к сожалению раньше была такая ситуация, как использовать коррупцию, как что-нибудь похимичить, как что-нибудь с кем-нибудь распределить. Нужно работать честно, нужно думать о будущем своей страны и понимать, что налоги идут на образование, на медицинское окружение, на социальные нужды. И нужно всей душой в первую очередь любить эту страну, любить Украину и идти по кем-нибудь. Огромное спасибо, господин Мишняков. И мы к вам еще вернемся. С вашего позволения. Очень было интересно. Дорогие друзья, я хотел бы передать слово нашему четвертому участнику. Это очень ценный для Украины человек. Генеральный директор израильского Кнессета, парламента государства Израиль с 2016 по 2020 год Альберт Сахарович. Господин Сахарович, он уникален не только тем, что он большой друг Украины, а в том, что, как вы знаете, у нас говорят, в мире есть лишь две столицы Тель-Авив и Черновидцы. Так вот, господин Сахарович, он из Черновидца родом, там родился, достиг высоких действительно политических достижений в государстве Израиль и хорошо понимает, как живет Украина, как живет Израиль и какие возможно законодательные парламентские инициативы могли объединить интересы наших государств. Господин Сахарович, Бакаша. Благодарю вас, господин Лугменский. Хочу приветствовать уважаемые участники нашего панеля и организатора важную инициативу Джоиша форума. Это уже второй год, большая права участвовать в первый год как гендиректор израильского парламента в Киеве. На сегодняшний день мы в другом обстановке. Надеюсь, что на следующий год вернемся к обычным годам, после нашего борьбы парламента никогда не скрывал, откуда выхода, где я родился, откуда приехал в Израиль и всегда теплое место было отношения между нашим парламентом, между КНЕСТом и Верховной Радой. И можно сказать, естественно, ты знаешь, самая активная группа дружбы между парламентом была, естественно, Израиль и Украина, самая большая с вашей стороны. Я думаю, что мы свое тоже к этому делу прибавили. И преимущество парламента, как вы все понимаете, знаете, что может трогать каждую тему разной формы дискашн. И так мы делали. Делегации приезжали с Украины к нам, делегации приезжали из КНЕСТа. Почти нет вопроса, что мы не тронули протяжении вот этих дискашн. И я надеюсь, думаю, что даже пару из них могли решить или помочь решения. На сегодняшний день уже как месяц я уже частный человек. Я не знаю, нахожусь в данный момент в Украине. Чтобы показывать, что для меня это очень важная страна. И готов был жертвовать 14 дней изоляции, когда вернусь. И буду еще раз, не важно, где я буду в свое будущее, все свои усилия удавать, что такие отношения, очень хорошие отношения, что все уважаемые люди тут участвуют, уже говорили об этом. Все свои усилия удавляют, содержать эти отношения и продвинуть их дальше. И есть куда продвинуть их, безусловно. Все, спасибо большое за возможность выступить. Буду рад в будущее тоже участвовать в вашем важном форуме. Спасибо большое. Господин Сахарович, у меня к вам вопрос. Действительно, ваш покорный слуга возглавлял группу межпарламентской связи между Украиной и Израилем. Нашей группой было порядка 148 членов украинского парламента. Вместе этим, весь израильский КНЕС всего лишь 120 человек. Поэтому вы надеялись, что вы примите решение, что израильская КНЕС стать чуть-чуть больше и хотя бы у каждого украинского депутата будет свой друг из КНЕС это. Но это, к сожалению, не состоялось. Выборы рассудят. Но я хотел задать такой вопрос. У нас в политику все время идет дискуссия. И эту дискуссию мы видим в Израиле. У вас уже какие-то странно сказать, какой по счету подряд идет выборы. То есть Израиль как-то вошел в такой выборный процесс. Выбирает, выбирает, выбирает. Скажите, что не так? Может быть мы повторяли или не повторять ваш путь в таком демократическом процессе? Так, когда-то такие вопросы я просто говорю все. Я государствен не спрашиваю такие вопросы. Сейчас я не могу уже скрываться. Да, это не секрет, что в Израиле в протяжении уже больше полтора года были три выбора, три компейнных выборов. И я могу сказать, что четвертый будет ну вчера спаслось в последнюю минуту, да, но я мое мнение, лично мнение, что мы первые 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 в первые в первые в Израиле объяснить, почему это долго будет. Есть тут много-много причин. Факт есть, что Израиль три раза не может прийти к решению. то с одной стороны есть большой процент, и это видно во всех опросах, что хочет Натаньяо как премьер-министра, ведет там большая разница между него и все другие кандидаты. но с другой стороны у нас вы знаете система немножко другая мы не выбираем напрямую президента как у вас или премьера у нас парламентические выборы выбираем партии а то что касается вот и надо как минимум 61 чтобы создать коалицию и к сожалению это вот третий раз не смогли сделать в этот раз последний раз я думаю вести ситуацию с коронавирусом дошли до договора два большие партии Ликуд и Кахол Абан но все понимают что это на иврите есть слово щедух это щедух тут не будет это всем понятно я это говорю это к сожалению это есть мы слышим слова мы слышим и музыку а музыка она неприятная давать вам советы как это что-то делать то же самое ну это понимаете каждая страна и свои политики и свои нюансы своя ситуация я очень надеюсь что политическая стабильность вернется к нам потому что в данный момент это хуже чем коронавирус финансовый кризис вот это нестабильность у нас в Израиле огромное спасибо господин Сахарович и тогда я думаю что мы откроем общую дискуссию у нас еще есть определенная возможность времени потому что я просто не всех вижу возможно кто-то мне не показывает и все-таки в сложившейся ситуации мы много говорили о проблемах о вызовах ситуации с коронавирусом ударило по всем странам какие решения из израильского опыта могли бы например помочь Украине или же помочь в Израиле в в этой ситуации потому что мы прекрасно понимаем что эта пандемия бьет по бизнесу бьет по институциям бьет по политическим взглядам а самое главное бьет по нашим гражданам пожалуйста я думаю что господин Вишняков возможно вы знаете об этих ситуациях сейчас в Израиле самое последнее время знаете вы не знаете есть достаточно серьезная разработка которая определяет наличие коронавируса анализ делается 10 секунд стоит один шекель условно не знаю 7-8 гривен и если эту разработку срочно внедрить и сертифицировать в Украине сейчас мы пытаемся подумать как это сделать то тогда эти проверки в аэропортах там в публичных местах в гостиницах дали бы очень серьезный толчок и к уменьшению распространения коронавируса вот это простой пример когда израильские технологии могли бы прийти и очень серьезно как бы помочь Украине сейчас мы на эту тему общаемся в Министерстве здравоохранения Украины ну и пытаемся эту разработку привести это то что как бы вот на сегодняшний момент то что мы можем взять и быстро перенять в Израиль естественно это важный вопрос по поводу того что если израильская вакцина придет в Украину в том или она увидели она здесь будет производиться или заводиться ну и мое личное мнение что пока не будет вакцины ситуация в мире не улучшится и откровенно говоря лично я и мы все ждем первую очередь израильской вакцины израильскую технологию на территории Украины это что касается коронавируса к сожалению на сегодняшний день кроме именно вот этой компании очень мало чем Израиль может порадовать нас потому что здесь ситуация с пандемией довольно серьезная практически такая же как в Украине здесь около 1600-1700 случаев каждый день заболевания при том что тестируется в районе 20-24 тысяч человек каждый день я думаю что только общими усилиями мы действительно сможем выйти из этого кризиса с кризиса пандемии нам в Украине нужно серьезно смотреть и на те разработки которые есть в Израиле на те разработки которые есть в Японии в Штатах уже на сегодняшний день потому что было сообщение о том что Израиль уже подписал с американской компанией Pfizer на 4 миллиона штук вакцины ту которую будет производить Pfizer то есть они уже тоже тестируют и Израиль уже с ними предварительно подписал договор нам нужно также смотреть не только в Израиль нужно смотреть везде по миру где есть эта вакцина где она будет действительно эффективно только общими усилиями мы сможем победить коронавирус но бизнесу конечно тоже нужно смотреть перестраиваться и здесь единственный совет держать нос по ветру и смотреть на новые технологии новые вещи то что происходит сейчас действительно коронавирус поменял всю нашу жизнь мы стали больше общаться виртуально то что у нас сейчас происходит в нашем посольстве мы уже я не знаю наверное 4-5 конференций делали виртуальных в Думе общались и так дальше по бизнесу по борьбе с коронавирусом даже культурные мероприятия проходят у нас празднование Дня независимости проходило полностью в виртуальном режиме да бизнесу непросто но нужно перестраиваться нужно смотреть на те вещи как перестраиваться в других странах и учиться друг у друга и действительно хорошая тема панели сегодняшней мы должны учиться друг у друга и этому сегодня есть все возможности через интернет мы можем больше узнавать друг от друга так что спасибо большое за организацию такого интересного интересной панели ну киевджиш форум это вообще становится неким брендом и действительно это важно потому что многие наши коллеги со всех стран говорят что это действительно возможность создать наших наши связи сильнее страны более близкими друг к другу поэтому я думаю что это действительно важно продвигать вот именно такая такой формы общения ну на самом деле по поводу коронавируса меня интересовало немножко другое может господин Надоленко вы нам объясните дело в том что Израиль это страна туризма это страна которая является не только туризм является не только бизнес составляющей статьей бюджета Израиля но это еще и лицо Израиля к сожалению туризм закрыт полностью в отличие кстати не таких жестких ограничений многих европейских стран чем это связано Израиль не доверяет всемирным требованиям тенденциям или же все таки есть какие-то другие причины почему закрыта возможность посещать Израиль и почему все таки даже граждане Израиля которые попадают в Израиль они должны быть на жестком карантине с уголовной ответственности в случае нарушения на принципе 14 дней это достаточно длинные процессы с чем это связано Израиль всегда имеет свое мнение на такие те или иные процессы это наверное связано с необходимостью выживания так как в том анекдоте необходимость выживания под водой всегда Израиль делает более жесткие усилия на реально на вопросе выживания ситуация здесь с коронавирусом как я уже сказал непростая одна из худших наверное в мире и точно так же как и Украина Израиль находится в красной зоне и очень сложно я так понимаю что на сегодняшний день очень сложно понять вообще как происходит заражение этой болезни как она передается потому что в Израиле действительно на сегодняшний день если вы выйдете на улицу все носят маски очень большие штрафы за маски за проведение мероприятий и так дальше большинство ресторанов закрыты но тем не менее происходит вот это ежедневное заражение причем все ждали лето что придет лето и коронавирус сам идет потому что этот вирус пропадает при каком-то нагреве температуры плюс еще солнечные лучи его убивают но этого не произошло потому что еще в мае сразу после выхода из карантина в Израиле было ноль заражений ноль заражений в день вышли тем не менее сейчас около двух тысяч тысяча девятьсот человек заражений ежедневно при этом резко увеличилась смертность если еще недавно месяц назад было триста человек и ноль умирало в день то на сегодняшний день по семьсот восемь я не помню точно статистику около восемьсот человек умерло и каждый день умирает семь десять человек а то и четырнадцать было однажды то есть это очень большие цифры для Израиля при это при том качестве медицины которые есть в Израиле поэтому наверное принимаются такие жесткие решения такие жесткие ограничения и бизнес должен соответственно реагировать на эти ограничения да мы все попали в такую ситуацию никто не мог представить еще в начале этого года еще в феврале месяца что эта ситуация возможна тем не менее самолеты не летают вся компания поставила свои самолеты полностью на привязь они стоят в аэропорту буквально недавно у нас у нас на сегодняшний день летают два рейса в неделю МАУ эвакуационные рейсы буквально недавно я был в аэропорту улетал наш самолет это был единственный вылет с аэропорта Бен Гулион за весь день то есть можете представить себе что ничего не работает ничто не летает большие убытки тем не менее на сегодняшний день государство Израиль пытается максимально помогать своим гражданам уже заплачены миллиарды долларов в помощи пытается помогать бизнесам которые вышли потому что действительно позакрывались около 50 процентов ресторанов которые вышли из бизнеса очень много бизнесов закрыты но я думаю что нам нужно находить решение как выходить из этой ситуации всем нам и опять же учиться друг у друга как выходить из этих ситуаций огромное спасибо все таки я хотел бы еще этот же вопрос уважаемую министру задать господину Элькину потому что наверное он больше всех знает планы Израиля как бороться с кризисом и как решать проблемы поэтому несмотря на то что я знаю что коронавирус в Израиле ударил по многим сферам в том числе по сфере связи я так понимаю телефоны потому что периодически не все могут дозвониться министру его найти в нужный момент но я думаю что это временное явление Израиль может с этим побороться но вместе с этим господин Элькин как вы считаете какая экономическая модель с учетом тех проблем пандемии могла быть оптимальна для Израиля и для Украины ну а также я бы сказал бы наложил бы на то что у нас с вами очень много общего у нас в том числе есть проблемы связанные с безопасностью и Израиль нашел одно очень важное решение то есть получает большую военную помощь от Соединенных Штатах Америки в форме поддержки скажите насколько реалистично что мы как страна которая набирается опыта в Израиле можем пройти ваш путь с учетом проблемы связанные с безопасностью с коронавирусом и как развивать в этой системе экономику какой все таки здесь будет совет государства Израиля во первых надо сказать что если я начну со второй части вашего вопроса по мнению очень многих американских экспертов Соединенные Штаты выигрывают оказывая военную помощь Израилю а не тратят деньги потому что тем самым они фактически получают здесь очень сильного союзника как известно израильская армия сегодня по разным международным оценкам считается на 7-8 месте в мире по своей мощи поэтому с учетом того вклада небольшого в наш бюджет обороны который вносят Соединенные Штаты он важный но в процентном отношении он далеко не превалирующий с другой стороны Соединенные Штаты имеют на Ближнем Востоке очень устойчивого стабильного союзника вместо того чтобы располагать здесь свои военные контингенты базы своих солдат свое оружие что стоило бы им гораздо дороже поэтому по мнению очень многих военных экспертов в общем-то поддержка вот такая традиционная Израиля и военная помощь Израилю это в первую очередь американский интерес а не только израильский интерес если я задаюсь вопросом распространения этого опыта на Украину насколько это реально, то в этом смысле это зависит от диалога с Украинами и Соединенными Штатами. То есть если Украина убедит американское руководство в том, что в этом есть американский интерес, а не только украинский интерес, и убедит американское общественное мнение, поддержка Израиля в американском общественном мнении более 70% традиционно. То есть она в этом смысле дуполярна, она не только от республиканцев, которые сегодня у власти, а она достаточно широка, как также среди демократов, хотя и в той и другой партии есть определенные такие элементы, которые выступают с антиизраильской риторикой, но они, в общем-то, относительно незначительное меньшинство. И поэтому если Украине удастся, это тоже произошло у Израиля не автоматически, до момента создания Израиля это не было так. Но если Украине удастся выстроить, работая внутри Соединенных Штатов, общественную поддержку Украины цифрами, похожими на Израиль, и также объяснить военному эстеблишменту американскому, почему это выгодно для Соединенных Штатов, то я думаю, что есть перспектива и на создание подобного военного сотрудничества. Что же касается первой части вашего вопроса в связи с экономикой, в общем-то, нет никакой особой другой экономики, которую нужно строить в условиях, о которых мы с вами говорим, но есть другое. Необходима серьезная государственная экономическая поддержка для того, чтобы вбросить деньги в экономику. Это то, что нужно, потому что на самом деле экономическая политика Израиля все годы была, и Натаньяла один из авторов применения этого именно на израильском примере, это то, что когда в стране хорошая экономическая ситуация, мы не повышаем бесконтрольно расходную статью, а наоборот используем деньги для того, чтобы возвращать национальный долг. А в тот момент, когда есть кризисная ситуация, подобная тому, как сейчас, мы можем себе позволить сильно увеличить национальный долг, поскольку мы его сократили в хорошие годы. То есть парадоксальное простому экономическому мышлению поведение. Когда денег мало, мы тратим больше, когда денег много, мы тратим меньше. Это может звучать парадоксом на первый взгляд, но на самом деле у этого есть большая логика, потому что это позволяет на самом деле правительству стимулировать экономику в тот момент, когда она сама не может себя тянуть, когда нужно дополнительное топливо в мотох. Это то, что мы делаем и сегодня. Мы сегодня вбрасываем большие правительственные деньги в развитие экономики и вообще в израильское общество как потребителя для того, чтобы дать дополнительную стимуляцию экономики. Обычно большинство стран, когда у них сокращаются доходы, они сокращают расходы. В Израиле мы работаем иначе. У нас, когда доходы растут, мы их не расходуем тут же, а выплачиваем долги, а потом расширяем доходы, расширяем расходы, когда в тяжелые годы. Ну вот такой как бы экономический пример. Гарик, я, к сожалению, должен покинуть форум, потому что я должен присоединиться к следующей встрече. Которое у меня есть. Поэтому я хочу воспользоваться вот этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить организаторов форума, Азербайджанский еврейский форум, поблагодарить участников, моих друзей и коллег, с которыми мы вместе работаем много лет над развитием украинско-израильских отношений. Кстати, большая проблема, которая будет у Украины, она решила потерять свою ведущую позицию в израильской дипломатической деятельности, потому что я так понимаю, что ваш посол возвращается, к моему большому сожалению, и он теперь уже не будет старейшим и главным послом всех послов на территории государства Израиля. Так что... Но это не самое... Украина уже теряет свой дипломатический статус. Это отличная возможность поблагодарить господина посла за огромный вклад, который он внес в развитие украинско-израильских отношений за эти годы, и был замечательным партнером, и пожелать ему успеха на любом поприще, в котором он приложит свои усилия. И хочу поблагодарить вас, Гарик, за введение этой встречи и за, в общем-то, те темы, которые мы подняли. И, как я уже сказал, я надеюсь, что это не будет последняя такая встреча. Большое спасибо и всего хорошего. Огромное спасибо, господин Элькин. Вы знаете, что вы все равно для нас остаетесь нашим человеком. У нас многое что объединяет. И вместе с этим хочу сказать, что всегда можете рассчитывать на украинскую поддержку Израиля. Если вдруг каким-то образом все-таки израильтяне захотят вас отправить в Украину, то вы знаете, что мы всегда будем рады вас принять. Реоди друзья, я еще все-таки хотел бы вернуться рядом к вопросам. Все-таки поговорить о неких процессах. Когда мы говорили о том, что не хватает, какого элемента в процессе, мне казалось, что все-таки большой целью и большим вопросом говорит об образовании. То есть на самом деле Израиль много 20 лет тому назад вкратил в образовании, поэтому сегодняшние бизнесмены, выращенные в Израиль, это не те бизнесмены, которые выросли сегодня в Украине. И в этих процессах у нас есть много программ. Мне кажется, что, может быть, это и есть тем нехватающим звеном для того, чтобы украинские программисты, украинские хат-теки, может быть, использовали те методы, которые действительно используют Израиль для того, чтобы получить и деньги, и получить выходы, и получить определенные израильские перспективы на международных рынках. И все-таки, господин Вишняков, возвращаясь к этой теме, я знаю, что вы помогаете многим образовательным программам, строите эти связи. Скажите, какие практические моменты, вот как можно построить мост, в котором израильские компании могли бы передать какой-то такой вот уже четкую бизнес-схему или четкий процесс образования, как идти дальше и как уже продавать себя на международном рынке достаточно дорого? Ну, во-первых, очень, скажем так, было бы хорошо, что если бы хотя бы частично израильское образование, слово Украина. В частности, я думаю, что в Украине очень сильно не хватает, скажем, какого-нибудь филиала, какого-нибудь университета иерусалимского, хайского или Петнена, или какого-то другого. Если бы в перспективе, скажем, новое израильское образование пришло в Украину, это был бы серьезный прорыв, и люди, которые имели бы возможность учиться здесь, в израильском ВУЗе, к сожалению, такой возможности практически мало у кого. И очень важно вслед за этим, чтобы кроме образования шли сюда израильские технологии. Естественно, когда человек заканчивал здесь израильский университет, у него бы менялась и ментальность, и подход к ведению бизнеса и так далее и подобное. На самом деле, вот это то, что мы с вами делаем, это сближение двух стран, это мы показываем, что есть, скажем так, другое, к сожалению, немножко более продвинутое общество, чем в Украине, и у людей, как бы, возникает стремление. То есть, многие люди понимают, что касается образования, что касается медицины, как бы, есть другой подход, есть другие движущие силы. Но на сегодняшний момент мы тоже стараемся, работаем и думаем в этом направлении. На самом деле, скажем так, не боги горшки обжигают. Я думаю, что это рано или поздно придет. И в первую очередь, вы правильно сказали, это образование, это школа, это университет, это повышение уровня образования в Украине. То есть, я думаю, что вот именно передача знаний, это самое молодежи, детям, это самое подхода, это самое важное, что может быть в стране. Огромное спасибо, господин Вишняков. Дорогие друзья, я с вашего позволения буду подсуммирую нашу, так сказать, панель. Действительно, вопрос украинско-израильских отношений и возможности поучиться в примерах Израиля, это тема длинной дискуссии. Но и так понятно, что, наверное, основным ценностем в наших странах являются люди. Полмиллиона выходцев из Украины находятся в Израиле и которые остаются чувствами, чувствуют себя гражданами Израиля и также называют своей родиной Украину. Огромное количество израильтян находится сегодня здесь и когда президент Украины имеет право на возвращение в Израиль, а руководство Израиля имеет право получения гражданства Украины, это говорит, насколько не только исторически, но и практически связано нашей страной. Безусловно, Украина является большим поставщиком продуктов питания в Израиле. Мы знаем, что израильская знаменитая маца делается из украинской муки, и в непростые моменты государство умеет притягивать друг другу руку помощи. Меня очень порадовало то, что господин Элькин сообщил о том, что Израиль планирует тратить большое количество денег. Я думаю, что мы предоставим возможность, чтобы эти деньги были потрачены в Украине для Израиля. Я думаю, что это важно для нашей страны. А также важно следующее, что несмотря ни на что, я думаю, что наши страны могут построить сумасшедшее количество мостов, которые будут объединять наших граждан, которые, несмотря на любые проблемы, которые возникают в существовании, в мире, пандемии, агрессии, мы можем оставаться людьми, мы можем оставаться близкими народами, мы можем оставаться, и будем дальше строить отношения, которые называются братскими странами. Я хотел бы отдельно поблагодарить господина Надоленко как чрезвычайно полномоченного посла за то, что он делает. Очень важную роль я хотел бы подчеркнуть господину Вишнякову как почетному консулу, который выстраивает огромное количество программ между нашими странами. Господин Сахарович, это просто сердце Украины в КНЕСЭТе Израиля. И не только потому, что вы родные из черновцов, и у нас большое количество политиков из черновцов, но и потому, что есть люди, которым действительно не безразлично. Я хотел поблагодарить Киевджуиш Форум за то, что дает возможность площадке диалога разным странам, разным людям, разным мнениям, но у всех есть одна цель объединить и сделать наших граждан лучше, богаче и безопаснее. Спасибо вам, спасибо организаторам, спасибо Борису Евгеньевичу Ложкину за то, что он дает нам возможность улучшать наши взаимоотношения. Всего хорошего тогда, до свидания и до новых встреч, до новых мероприятий в Киевджуиш Форуме. Продолжение следует...